Сотни семей из Ирганая, Унцикульского района, до сих пор не получили компенсации за затопленные земли, пострадавшие при строительстве Ирганайской ГЭС. Более 10 лет они неоднократно проводили акции с требованием денежных выплат. Очередной способ привлечь внимание не платить за электроэнергию, о проблеме, которая стала частью жизни ирганайцев, в сюжете Луизы Раджабовой. После строительства Ирганайской ГЭС под воду ушли сады местных жителей, с урожаем, у кого-то даже дома. Однако многие до сих пор не получили никакую компенсацию. Говорят, обещанные ждут три года. В случае с Ирганской ГЭС жители ждут десятки лет. В 2008 году строительство ГЭС было уже завершено. Оставалось просто наполнить водохранилище. Просто попросить людей оставить свои дома и сады. Горцы согласились. Они пожертвовали свое, чтобы республика увеличила объемы вырабатываемой электроэнергии. Тогда еще не зная, как долго придется просить уже им справедливости и исполнения закона. После затопления садов ирганайцы начали жизнь с белого листа, точнее с чистого поля. Посадить новые деревья – это не черкнуть ручкой по документу. Прошли года, прежде чем Магомед снова прошелся по своему саду. Собрал урожай. Лет 4-5 тому назад, когда дети учились, было очень сложно. Знаете, долг брали, люди как живут в основном. Определенные урожаи занимают у кого-то. Вот так и жили, жили плохо. Было плохо очень. Вот нанимал у кого-то там на месяц деньги, отдавал студентам, которые учились. Но это меня лишили они, это государство. Ни дело, ни электроэнергии. Люди просто недовольны. Отчаянно довели они вот это чиновники. Кормить обещаниями большой ложкой начали еще в 90-х годах. Объясаться должны были выплачиваться до завершения строительства и запуска ГЭС. Однако этого не произошло. Про это говорили только. Только и дома, и на улице отец покойный только про это говорил. С этим и ушел покойный уже лет 13. А я сейчас занимаюсь этим. Только от болтарной дальше ничего не идет. Некоторые обещали, уезжали, мы тоже верили. Вот так и время прошло. Тем, у кого изымали сельхозугодие без восстановления, предлагалось выплачивать пожизненно наследуемую земельную ренту. В итоге участки затопили, а народе забыли. Забыли и о том, как именно эргонайца. Со 70-х по 90-е годы сезон в стране поставляли до 30 тонн продукции. Это село нельзя было здесь строить без очистительного сооружения, чтобы очистительные стоки не попадали в водохранилище и эргонайский ГЭС. И в связи с этим было построено, вот это не построено, было две попытки построить это очистительное сооружение. Их строили где-то 90-е годы. Определенный объем денег здесь был освоен, объект был заброшен. И точно такие очистительные сооружения были предусмотрены в Шамилькале. Тоже не построили, бросили. Прямо это самое водохранилище сбрасывают. Точно так же Майданское. А ниже этих всех населенных пунктов подается вода для питья поселок Шамилькала и эргонай. И было письмо Ленингидропроекта, оно у меня есть, я вам говорил об этом. Что с тем, что питья вода набирается ниже этих населенных пунктов, завершение очистительного сооружения обязательно. Ну вот это обязательно, вы видите, в каком состоянии сегодня находится. Заявление об отказе от оплаты за электроэнергию жители сделали после работ по замене приборов учета. По словам сельчан, счетчики не вызывают доверия. Якобы этот счетчик, который накручен 5600 киловатт, например, на Магомеду Гасана, его счетчики поставили мне. Этот счетчик идет, а те цифры, на него имя идет, эти цифры, накручиваются. Я оплачиваю, помимо, и он отплачивает. Понимаете, в чем дело? Потому что по фамилии и имущества, по цифру, она числит за него. А поставили мне, я тоже оплачиваю эти деньги, и он тоже оплачивает. Такая ситуация. В связи с этим единогласно принято решение не производить оплату за электроэнергию до момента получения компенсации за потопление их садов. Такая нелегитимная реакция народа вполне объяснима. По словам людей, даже трансформаторы они покупали сами, всем селом. Например, вот этот трансформатор покупала вот эта улица. Вот жители, жителям приходится все это покупать. На это, они говорят, средств нету. И кабелями покупаем, и проводами покупаем. И вот столько, где-то 12 трансформаторов купили. Мы здесь, жамат собрал деньги. И купили эти трансформаторы. Акции протеста я лично поддерживаю, потому что я знаю, как здесь люди живут. Они же не отказываются от этого, что они вообще не будут платить. Они говорят, у нас денег нету. На то, что они жили, все земли, которые, у них какой-то выгода была, все, короче, затоплено. Откуда им деньги взят? Здесь был завод хороший, там работали люди. Но сейчас негде работают, у людей все отобрали, у них не на чем жить. Задолженность сельчан за свет составляет 59 миллионов рублей. Денежный долг государства перед эргонайцами за возмещение изъятых земель почти 2 миллиарда. По мнению главы Унцукульского района, необходимо выдвигать более правомерные и грамотные условия с обеих сторон. Может быть, например, эти долги возникли в связи с тем, что, вот, например, я же сказал, что здесь фиксированы суммы 500 и 1000 рублей. Если, например, они же не по счетчику, а по счетчику, может, там больше не набежать тоже. Она, может быть, это поэтапное поглощение, они как-то напишут это, ну, и указывают долг, тоже может быть, это тоже в законном порядке может тоже быть. Но это должны они указывать, например, у вас, например, вы оплатили столько, у вас долг остался сколько, ее планируют на несколько лет, последующим погащением ее. Вместе с тем Росгидро в рамках своей компетенции готова участвовать в урегулировании конфликтной ситуации совместно с правительством Дагестана и другими заинтересованными структурами. Мы понимаем ситуацию, прекрасно знаем, что происходило с данным населением, но, пользуясь случаем, хочу я обратиться к населению, и чтобы население не забывало, что это такой же товар, как и хлеб, как и абрикосы, и те пастбища, которые были затоплены в зоне строительства тех или иных ГЭСов, тоже попали под зону затопления. Однако, сегодня население за этот продукт оплачивает. А вот свет считает, электричество считает каким-то другим, значит, товарным ценностям, забывая то, что сегодня сбытовая компания, гарантирующих поставщик Республики Дагестан, данный продукт закупают на оптовом рынке. И мы должны заплатить за полученный товар с оптового рынка, значит, оплатить им за оказываемую нам услугу. Проблеме не год и не два. Однако власти не торопятся углубиться в решение вопроса, завидным постоянством игнорируя просьбы эрганайцев. Но вот когда просьбы плавно переходят на требования и бойкот, как в данном случае, реакция государства просто необходима. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов. Новости ННТ, Унсукольский район, Ирганай.